Ночь музеев Что вы увидели, что здесь интересного представлено? Ну, нам понравились композиции некоторые, представлены очень интересные картины. Ну, так, в общем-то, очень все весело, позитивно. Здесь собрались люди, простые люди, не обязательно художники, но люди, которые занимаются творчеством. Сделали свои работы, выставились. Работают сегодня музыкальные коллективы, выступают поэты. В общем-то, очень много есть звуковых элементов, эффектов. Если вы пройдете, послушаете, то есть такие стенды. Есть сочинительство на манифесты футуристов. Здесь коммутация всех видов искусств происходит. Лина Василищина, она представляет свой проект. Лица, то есть Russian Face. Александр Соболев, Антон Шибаев. То есть много-много-много. Каждый рассказывает художник свою историю. Я рассказываю историю Уфы, в которой присутствовал отец русского футуризма, Давид Давидович Бурлюк. Вообще запомнился именно подача современного искусства. Здесь есть пара вещей, когда вы можете видеть художника за моментами его творения. Мне кажется, это тоже своеобразный экспонат, это очень классно. Можно вложить какую-то слову на огрузку, можно как украшение. Разный человек видит по-своему. То есть, например, можно смотреть, и каждый человек представляет что-то свое. Ночь музеев – отличный повод, чтобы выйти из дома, наконец, сходить, приобщиться к искусству. Я очень рада, что Ночь музеев набирает обороты. То есть, и каждый год собирается все больше и больше людей. Это вообще замечательное мероприятие. Традиционно в Ночи музеев присоединилась к галереи актуального искусства «ХСМАКС». Здесь проходит выставка самарского художника Фролла Веселова. Вечность пахнет нефтью. Пойдем посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музей под открытым небом решили организовать участники фотоклуба «Солярис». Для этого была выбрана стена строительного забора возле Дворца культуры «Нефтяник». Расскажи, пожалуйста, что за проект вы создаете сейчас? У нас установка «Лома стены» идет. «Лома стена» – это проект из аналоговых пленочных фотографий. Придумали это зимой еще делать. Наверное, где-то в январе задумались. Мы долго искали, как сказать, союзников, других ломографов. У нас тут вообще люди со всего мира. Это может любой прохожий наснимать, выложить фотки, обклеить какие-то объекты. То есть была старая, допустим, какая-то стена некрасивая. Теперь можно прийти просто, все всегда бесплатно, посмотреть фотографии. Первый раз у нас в городе я вижу такое, чтобы пленочные фотографии вешали где-то на заборе. Я сама снимаю на пленку. Поэтому интересно посмотреть, какие, ну, других ребят работают здесь, кто как видит, всякие разные взгляды. Мне понравилось. Вот, например, вот это поле показали в Украине. И стоит отдельно дерево. Это же замечательно. Пять-шесть стран. Здесь есть Канада, Бразилия, есть Украина. Работа фотографий, как таковых, порядка полторы тысячи. Вся ломография, она есть яркая, сочная жизнь, способ жизни, стиль жизни. Вот. Поэтому мы вот решили украсть именно вот такую стену. Если этот проект понравится жителям города, то в более таком еще масштабном и интересном виде мы обязательно устроим такую ломостену в новом месте.